ну у нас козда козда говорят вот как уже разогрел я себя на тему алкоголя так позвольте продолжить будут смотреть не будут это их личное дело я казахстан поехала там родственник сестры муж я приехал и увидел как они там это вот кстати пиво в руки несет с утра уже в пьянках за мяч и не было но по утрам пил холодную воду как здесь и вот сено привезли и он не мельком увидел не обратил внимание до этого когда я приехала сестра говорит вот курицу зарежь а я в детстве там соседка носила нам кур у нас у мусульман не принято женщине резать поэтому соседка она вдова была участник войны я так понял а мы там лет семь восемь особенно чем моложе тем нам был этот чувство гордости нас распирала нам доверили такой взрослый мужское дело кур таскали соседки нам от это особенно 1 и мы резали эту курицу а тут уже с годами какая-то жалость что ли не жалость ну может быть просто хватку потерял порезала она еще говорит там это шутка вспомнил про павлу волю что если этот как у нас прожарка была и сказал он если говорит отрубить голову то он еще пять минут будет признаваться в любви в ляйсан ляйсан любви будет признаваться про павлу волю там шутка здесь как раз курицы вот головы нету она скачет по двору и какое-то время мне неловко перед сестрой скажет ну вот просто надо всегда говорят вот выпуском крови курицы там и все значит надо подержать целое это есть там кадычок в стороне головы чтобы остался ли еще что-то такой вот все она курсу зарезал зарезали она готовит все и этот запропастился сено привез запропастился и сижу я книжку читаю то поздно в на веранде свет включил возвращается зятек у русских взять ну и все у нас взять киау а еще если старшие сестры или тети и муж это это значит езни у нас по-другому и вот езни возвращается я тут сижу книжку читаю он присматривается ко мне как-то хватает табуретку и размахиваться чтобы чтобы меня припечатать к полу яков крик сестра выбегает что такое а он горит меня и вот показал шайтан что ли ну вот 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 вещь как так что вот эти вот когда мы демонстрировали фильмы в доме культуры там показывали как чертики 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 а в университете у нас ребята выпивали но продолжали сами про алкоголиков шутить там пришел к врачу и жалуется говорит доктор по мне чертики бегают вот не видите хватает и как бы делает вид что как вот движение такие в сторону врача вот делают вот на мне вот чертики по мне бегают а врачи говорит говорит а что вы значит на меня их кидаете и тоже хватает как бы чертиков и от себя отбрасывает значит вот ну вот и врачам всегда дарили коньяки всякие я однажды у одного врача как бы говорить их вот как монетизировать эти же коньяки я сфотографировал я не знаю насчет него как он монетизировал нет потому что ему деньги нужны были зарплаты не очень их устраивал его устраиваю бутылка никопа нанесли гору я сфотографировали журнале сатир юмор чаяна опубликовал гонорар получил так что я в любом случае эту батарею коньяков монетизировал уже я не знаю как у него это там произошло вот насилием носили и хотя у них то спиритус водился но они носили пациенты к ним всегда помню один главврач пришел ко мне надо было материал написать интервью что-то ну он видно так любил скромно было видно он человек был скромный судя потому что скромную там маленькую бутылочку можно где-то притирание делать там маленькую бутылочку принес хотя я наблюдал в этом поликлинике где уже своим стал потому что регулярно там материал собирал как однажды привезли как у нас сам блин как называется канистру не канистру а четырехвёдерные вот там флягу флягу до филягу четырехвёдерные спирта привезли я первый раз жизни такой видел говорю надо же но поликлиника вид большая и постоянно потом видом разливают все при этом ну как мама говорила кмнен кулундашун аузында мама говорил значит у кого в руках у того во ну да вот бывало так конечно и запашком не слой иногда вот и тогда было в порядке вещей и я уже рассказывал не боюсь повториться потому что назидательный смысл имеет в казахстане в областной газете где левицкий еврей замечательный души человек которыми пришелся ко двору ездил летал и командировку на самолете на родину алибиджан гильдена где музей абра и алтенциальных казахстане открывался я писал и это и это и праздники и вот но некоторых коллег там ну на практике там работаешь я на практике бывает работающих да не устраивал я каком плане что он горит ты не пьешь от куликов фамилии зав отделом культуры где сидел и главное везде курили везде курили потом я еле-еле какой-то кабинет нашел где женщин сидят вроде бы не курит а там прям сидит за столом коллега журналист и тут же закуривает а я не курящими это противно и вот он мне вот выдал говорит ты не пьешь ты или хитрый или дурак ну ну думаю не знаю тебе решать ты должно быть умный распьешь вот ну и они целую с тоже как-то серию придумали любители выпить там не пьет только сова потому что значит она днем спит а ночью магазины закрыты там вот потом я помню сват наш в оренбурге и как-то мы на природе родственники с одессы приехали и его дочка и мой брат и племянница она уже у двое детей уже в воде всего эти племянницы и на даче там а я так этот очень скромно мне все-таки воспитание или я уже начал соображать что зло потреблять не надо этим или вообще не употреблять и вот я мне кажется или не пил или вообще там чисто пригубил чтобы белой вороны не выглядеть и тут сват значит вернул анекдот или что приходит как мужик и говорит налейте мне пять грамм а куда-то значит в ресторан а ему говорят а это тиспа пользы будет мол от этого смысле это подействует но он ответил да нет мне только для запаху а а дури у меня и так хватает вот представляете пьющие люди знают что это дурь дурь это все равно и вот помню заглядываем мы с братом к нему ныне покойным к сожалению и или нет или с другим братом который еще здравствует но несу неважно и что наблюдаем он говорит у меня вот на кухне значит есть диван здесь в зале диван я вот ночью проснусь не могу заснуть я выхожу на кухню примуток сто грамм у нас у татар там шутить бежи грамм бежи грамм да и ко сну клонит надо сначала он как-то вар возбуздающий эффект имеет а потом тормозящий вот какой-то и человек засыпает это кстати вот относительно даже этих отдыхающих относительно и рыбаков когда у нас ночевал у нас ночевал один нос многие ночевали у нас не им не наливали но они намекали возможно с оренбурга рыбаки по осени приезжали а я в кино убегал если почему-то вот отец это очень строго относился что я без спроса телевизор он нам принципиально не покупал 10 мама говорила уроки учить не сможете глаза испортите всего в очках ходит кто смотрит телевизор и в кино один раз в неделю отпустит а второй раз нет я убегаю возвращаюсь оттуда знаю что сейчас будет у меня мандраж конечно вот час отец будет ругать тем более там придешь и с мать зовет ужинать а ты же проголодался подходишь а отец говорит в кино не кормили что ли так сырой с издевочкой с иронией так вот ну и задо что слабое место нашли я нашел у отца младшего не ругал любимчика а мне доставался поэтому я иду оттуда и смотрю с кино как обычно у нас рыбаки и охотники с оренбурга и они осенью припозднились на ночь глядя них тоже никуда не поедет естественно и стоит с пацанами раз они его окружили он с ними разговаривает я чувствую что ему переночевать негде потому что там холд уже октябрь ноябрь там холд собачий я его виду беру за руки за руку не не говорю так а беру за руку прям и веду к нам домой а отец у нас любитель поговорить вспоминать и вот он садится и начинает на уши присядет гостю и давай все рассказывает и уже он уже все ему не до меня он меня уже там не цепляет не придирается все в общем-то нормально обходится вот пожалуйста вот такой и он рассказывал отец прошла что он там говорит типа не каждый раз наверно там удавалось ну да не пускали или он стеснялся проситься на ночь незнакомым людям отец горит а что же ты в этом случае делал но он говорит ну 100 грамм г приму согреюсь и и сплю а я потом сначала воспринял нормально потом нах что же здесь такой мне кажется он не прав потому что человек когда мерзнет он выпивает сначала сосуды расширяется это организм чтоб тепло не терять организм сужает сосуды это приспособитель механизм организма а тут значит получается что он выпил у него ощущение тепла ложная а потом еще хуже может становиться ему ну вот такие рыбаки у нас как раз были и они с собой алкоголь всегда брали на природу даже если они одни хотя у нас считает что и алкоголик что ли дескать один буду пить и так я здесь вот пакет оставляю и потому что там собираю мусор и иду обратно и выношу его выношу этот мусор обратно несу пытаясь таким образом повлиять на тех кто любит мусорить здесь на высоте хорошо закачивается видео потрясающий скорость прежние годы я на сабанту и снимал имел ошибку совершал ошибку шел домой за 45 километров чтобы отдохнуть давал лишнюю нагрузку ногам а потом вечером снова ушел и пытался закачать ведь это за ночь сняты а там интернет плохо работал а сейчас уже в этом году остался на майдане сабантуя где колоссальная скорость была у нас дома плохо принимает обычно сосуды страдают вот кстати я скажете не по теме дескать я там пожаре бегал сабантуя бежал домой и его сосуды сосуды страдают особенно у пьющих вот я видео сделал насколько на 40 минут 39 чем-то минут аварикозом расширение вен если бы было веселой истории ли это было как говорят у нас обычно вот тик токовской что-то да веселый к массу просмотров я вчера вот поразился о комедию показывали неоднократно на дерибасу с хорошей погодой там камень с горы летел похожего даже на него он даже смахивает он надломился вот можно подумать да такой камень так вот сосуды страдают от употребления алкоголя и в жару особенно пьющие там они вот просто положим водка водка и как-то это молодежной передачи же говорит хочу вы так немного пьете водки то а потому что верт нас холодно ну да город вы в турцию едете в жару горки там вам холодно то же самое ну летом летом положим слабо алкогольный еще был приемлемо а тут значит как почему-то люди несмотря на температуру воздуха несмотря на все эти какой-то героизм вообще не к месту героизм с употреблением алкоголя тот который может выпить большой стакан водки не закусывая это герой в чем героизм героизм когда какой-то результат благоприятный для общества а не то что он там подверг опасности свой организм выпил большое количество водки или спирта вот этот фильм тоже в кино люди часто путают что в жизни не как в кино и в кино не как в жизни недавно смотрел давно не видел евдокимов потом губернатором стал и как раз вот не валяй дурака америка и вот спиртом его просто выпивают и смотрят не только зрелые люди возрасте смысле которые могут отличить ложь и выдумку от того что потому что они уже как сказать крым рым прошли и огонь воду медной трубы и все еще прочее все а зеленый молодежь думает ох это круто значит вот надо поразить вот они все время норовят в тик ток попасть на днях я вот иду снимаю про мигрантов видео и там значит появляется а потом они думали что в тик токе будет и потом обидный комментарий написали что не интересно ну да вам не интересно идите там тик токовский смотрите так вот в тик токе удивительно там люди смотрят дескать интересно и потом кто-то положим какую-то лекцию читает интересно или что такое полезные советы у него просмотров мало но я вот сам люблю мастер и маргарита но там кто-то взял там про кино канал есть и просто берет там фрагмент из фильма две-три минуты 7 минут как изымали доллары домкома значит представителям играл салатухин и еще что-то и 250 тысячи 300 тысяч 300 тысяч просмотров не удивляет просто иногда не по труду честь как говорится просто взял человек фрагменты все вот почему-то считает что если на природу обязательно надо алкоголь взять ну иначе отдых вот отдых без алкоголя не может быть вот вот в радость выпить горе выпить и постоянно вот люди почему-то все время у нас вот родители ортодоксальные были в некотором смысле не те которые для них не приемлемо алкоголь собирались за столом и шутили веселились вспоминали смешные случаи а там значит у нас назвали баланку тенью топи ю значит некоторые татары переняли и вот значит мыть новорожденному ножки там попку значит звали под это дело дескать называли так посиделки где хорошо принимали на грудь вот ну когда человек он может себя держать в руках да это там пошел за компанию послушал пошел посидел пошутил повеселился но когда человек есть который не можете держать в руках спивается то как тут вот я помню в одной организации я ходил регулярно мне заказывали статьи и там была замечательная столовка а что говорит столовка столовка они же повара тоже люди она видно приобщилась как-то к этому приобщилась и вот вот я кажется перелет что ли у меня и все время на трудолюбивая повариха очень вкусно готовила я помню это постоянно мне нравилось как готовят они все вкусно хорошо все было и вот на тебе значит смотрю поехали на природу вот туда вот за реку обратно когда ехали я ее не узнал эту повариху ее за руки буквально тащила и два человека не смогли даже тащить несколько человек потому что она там видно как только капли алкоголя попала ей в рот она тут же стала заливать в себя бесконтрольно эту пьянящую жидкость вот ну на природе к счастью люди далеко от магазинов уже говорят же там шутку что ли сколько не бери все равно приходится бежать за новой бутылкой на природе конечно это хорошо здесь тут тормоз есть уже реальный люди взяли какое-то количество а там на природе все-таки это не дома выпить выпить человек и ощущает что он постепенно трезвеет потому что кислород свежий воздух делать свое дело ибо когда человек четырех стенах заперт кислорода не хватает у него кислородное голодание он все сонливый 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 а на природе нет единство что когда люди на природе выпивают то как правило чревато это все в нашем селе на природе любили сидеть выпивать и нередко случалось что потонули потому что выпив человек и так жара и еще он выпил кровь разогрета и вот манящая вода рядом прохлада вместо того чтоб медленно-медленно зайти в эту воду этот человек просто с берега нырял с яра один там нашего соседа родственник там ключицу сломал другой раз говорили про другого человека то же самое на природе значит выпивали он забыв об опасности просто нырял и неглубоко если дно неглубоко ломал ключицу и все и вот и в нашем селе там прохладная вода человек оказавшись в воде у него пережимались сужались сосуды головного мозга он терял сознание и камнем шел на дно или как там обычно в общем человек все было нет поэтому алкоголь конечно это далеко не друг это это такой знаете очень ненадежный приятель с которым приятно и все-таки у нас со временем заканчивается я лучше этот завершать буду надо подходить к нему так что этот твой коварный приятель который у нас же говорят друг а вдруг что он там плакать заставит это я собираю же мусор здесь вдруг плакать заставит но на путь наставит а враг рассмешить до жизни лишит вот алкоголик к сожалению вот вы по функции с этой замечательно справляется может рассмешить и жизни лишить или по меньшей мере здоровья так что когда вы будете но я вчера собирал большой репортаж 50 минут сделал народ мало смотрел я вчера очень много очень много мусора собирал чтобы показать что я не просто так здесь хожу так вот хочу сказать избегать надо и без крайней нужды не прибегать не думать что это вот человеку скучно как это вспоминается у нас как это называется по нему опять а озорили стихи да и там девушка вспоминает когда она от отец лесник и она какой-то там к ней к ее отцу приехал молодой приятный наружности парень мужчина и она знать молодой она значит к нему в спальню в комнату ночью заходит а он значит спрашивает почему она горд типа скучно что ли или что такое вот он и сделал серьезные внушения типа от скуки даже нельзя глупости совершать а у нас люди скучно выпить надо вот всегда считает что алкоголь это свое рода как бы есть такое слово иногда вспоминаю когда не надо от всех от всех короче их проблем вот и горько на душе давай выпьем радостно на душе давай выпьем праздник выпьем трагедии давай выпьем поминки выпьем значит вот скучно давай выпьем это все таки мне кажется не самый правильный подход и всегда человек который отрегулирует правильно свои отношения с этим напитком тот не пропадет потому что мама мне всегда говорил тоже вот действительно что мама говорила что алкоголь до добра не доводит отец говорил до рюмка сатал гирмагас не продавайтесь типа за рюмку образно говоря ну потом жизнь она неоднократно кстати доказывала это вот было действительно мелкие случаи средние там значимости и серьезные серьезные когда бизнеса касается это же помните с японцами это французская комедия как раз играет сами на серии играет да и там с японским каким-то подписывает договор с японцем и наливают ему чтобы скорее значит веселее он подписывал договор вот ну и человек адекватность теряет восприятие оценка у него меняется всего и в состоянии алкогольного опьянения он думает что он все мыслит нормально трезво на самом деле как-то это какое-то безразличие он ценности у него не так воспринимается в жизни и в результате он принимает не всегда верное решение так что вот желаем вам чтобы вы всегда принимали верное решение а за сим позвольте откланяться показал я вам природу вот я не поленюсь вам покажу покрупнее старая часть города там даже есть мельница которые еще плены немцы построили и рядом там кстати фрагмент моста я приходил ради интереса немцы строили пленные и тоже вообще удивил меня как насколько он отличается мост не тяп-ляп как у нас а там многие вещи мне удивили вот и на эту пристань я помню приставали в начале 90-х годов японцы ну я по-японски ничего не знал но я их сопровождал соседний город где на кладбище спокоились останки военнопленных они значит соседям горе там видно работали и последний пристанье нашли и вот видно я потом понял что японцы договорились о том чтобы перевести останки своих вот воинов на родину вот это этот факт это явление способна потрясти тех кто все-таки мыслит другими категориями нежели основной массы вот насколько это мы знаем что они были жестокие они были вот с китаем с китайцами когда вани в китае находились очень жестокие правда неправда но опыты какие-то проводили на людях там и все прочее но что удивительно к своим воинам все-таки они какой-то сохраняет пиетет какой-то вот чтят своих воинов и не дают им оставаться останком даже где-то на чужбине обязательно родину привести видно это отвечает народным чаянием ну я боюсь того момента когда вот я сейчас возможно уже лимит времени черпал зрителя терпения и его чаяния чтобы я завершил видео поэтому отвечаю вашим чаянием на этот раз этот часть завершаю и если увижу интерес то был то продолжим может кому-то не интересно кто любит выпить но хочу сказать что лекарство горькое сладким редко бывает но полезное и вот я надеюсь это вот роль лекарства сыграет психологическую плане для некоторых зрителей и заставит их пересмотреть свои отношения и не только отношение к алкогольным напиткам но и к порциям вообще и в целом может быть даже приведет к неприятию этого все спасибо за внимание